Импровизированный мемориал в честь памяти погибшего штурмана Александра Каноненко организован на театральной площади Нижнего Новгорода. Наш земляк, как и еще пятеро россиян, погибли в результате захвата террористами заложников в одном из столичных отелей государства Мали. Сейчас к фотографии Александра Каноненко нижегородцы несут цветы и выражают его семье и близким соболезнования. Примите искренние соболезнования по поводу этого несчастья. Вообще, по большому счету, не весело, но нам надо держаться. Мы русские люди. Это самое главное. Ужасно. Ужасно, что гибнуть людям. Мирные жители. Во всех странах отпасать всех. Русских, иностранцев, всех. Страшно жить людям стало. Страшно. За детей страшно. За внуков. За всех страшно. Это утрата вечная. Это скорбь. Извините, у меня слушают. Я не могу. 20 ноября террористы ворвались в отель «Рейдисонблю» в столице Мали-Бамака и начали расстреливать посетителей, среди которых были в основном иностранцы, граждане России, Китая, США, Бельгии и других государств. Первыми под огонь попали сотрудники ульяновской авиакомпании «Волга-Днепр». На днях экипаж выполнял доставку строительной техники из Норвегии в Мали. Правительственные силы безопасности Африканской республики в ходе спецоперации освободили несколько десятков заложников. Среди погибших 19 человек. Уже известно, что нападение устроили боевики группировки «Аль-Мурабитун», присягнувшей на верность в мае этого года запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Глава Нижегородского региона Валерий Шанцев уже дал распоряжение оказать семье нашего погибшего земляка всю необходимую помощь. Александру Кононенко было 52 года.